И всем привет, ребят, с вами Старванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас четверг, а это значит, что у нас в игре снова новости, и снова мы вместе с вами быстренько залетаем обозревать всё, что у нас появится уже завтра в игре. Завтра у нас стартует ивент перезагрузки, такого ещё не было, но завтра появляется новая песочница в новой замечательной графике, и к этому всему делу разработчики, конечно же, делают у нас ивент. В игре ивент примерно такой же, как обычный дисконт уикенд, ультра уикенд, да, только если дисконт уикенд ещё включает в себя скидки, то здесь это обычный ультра уикенд с повышенными фондами и, соответственно, с новой песочницей, как спецрежимом и картой, в которой будет новая графика и ещё и повышенные золотые ящики. Давайте обо всём по порядку. С завтрашнего дня, именно с пятницы 15 октября по 18 октября, то есть это пятница с суббота и воскресенье, до рестарта 18 октября у нас в матчмейкинге появляется специальный режим командный бой 6 на 6, новая карта песочница с новой графикой. К этой карте песочницы мы здесь тоже ещё вернёмся, посмотрим. Что-то, может быть, ещё дополнительно расскажу. Появляются, как всегда, ультраконтейнеры, появляются коинбоксы, появляются специальные миссии, которые я уже посмотрел, что можно будет выполнить на моём бездонате. Да, то есть все миссии выполнимые, 5000 очков в командном бою, 220 аптек, 330 ускорений, 130 танков, используя пушки Смоки, Страйкер, Вулкан и Гром и заданка 130 киллов на Васпе Харька Хоппере. Васпа Харька Хоппера у меня там нету, но я думаю, что как-нибудь придумаем, как набить нам эти 130 киллов. Всё-таки 130 киллов это не так много за 3 целых дня. Также появляются два спецпредложения с дроном Кемпер и 15 ультраконтейнерами. Тут ещё батарейки и ремкомплекты. И с 200 ультраконтейнерами за 20 тысяч танкоинов. Ну, все вы понимаете, что когда дают 300 ультраконтейнеров, а потом дают 200, то 200 уже смотрятся, конечно, не так жёстко. Но, возможно, у кого-то там есть из донатеров интерес к скин всяким Страйкерам. Да, ещё устройство бронебойная боеголовка для пушки Страйкер даётся вместе в этом спецпаке. Ну и понятное дело, что двойные фонды и опыт у нас, соответственно, также будет. Ну, я бы сказал, как бы обычный ультра уикенд, но у нас он будет называться перезагрузкой из-за того, что появляется песочница. А вот какая песочница выходит, она уже на тестовом сервере есть. Многие ребята уже записали видос. Если кому интересно, можете перейти, посмотреть, например, Мишу, да, и Мортал Херудов, если кто не знает. Он видос уже на тестовом сервере записал с вот этой вот замечательной песочницей. Я на тесты не залетаю, не вижу особо в этом смысла. Завтра всё это вместе с вами уже сможем на стриме вечером протестировать. Хотя, может, даже какой-то видосик ещё успею записать и тоже выложить. Но это, конечно, не точно. Скорее всего, на стриме вечером завтра всё это дело сумеем рассмотреть. Масштабное тестирование. Ну и, в принципе, тут, в принципе, больше особо никаких интересных новостей нет. Я не вижу, да, читать всё это дело. Ну, наверное, особо смысла нет. Ну и самое интересное, список обновлений, могущественные три шестёрки, говорят о многом. И это обновление, которое изменит кардинально баланс шафта. И я сейчас этому очень сильно рад, потому что в матчмейкинге, ну, у меня уже начинает просто сгорать с этих шафтов. Просто сгорать. Это, ну, уже начинается просто снайпер онлайн, там, я не знаю, но уж точно не танки онлайн. Это какой-то бред полнейший. Я безумно рад тому, что эту пушку нерфят и нерфят довольно-таки неплохо. А то я уже хотел, у меня было в мыслях, да, вот если сейчас ничего не занерфят, я просто выкладываю видос, что шафт надо резать. Но я даже не успел видос выложить, его уже нерфят и нерфят очень жёстко. Но, помимо шафта, сначала пройдёмся по рельсе. У нас рельсу, перезарядку ускоряют с 4,4-2,6 до 3,3-2,6. Я не особо понимаю, здесь как бы максимальная прокачка, на максимальной прокачке ничего не поменяется, да. А на минимальных прокачках рельса, то есть, будет быстрее. Ну, скорее всего, на МК-7 тоже там, на какие-нибудь полсекунды, эта перезарядка будет ускорена. Ну, и также увеличена сила ударчика на 0,4 минимальная и максимальная на 1,3. То есть, для МК-7 это где-то на единицу будет сила удара увеличена. Я очень сильно надеюсь, что если в бок теперь стрелять условному васпу, он будет падать в минус. Потому что, ну, раньше это всегда работало, и я вот недавно заходил на хоре рельсу, и когда ты стреляешь чётко в боковину, и корпус, ну, вообще даже, ну, ничего с ним не происходит, это как-то странно. Как-то реально странно. Надеюсь, что сила удара придаст рельсе ту способность, которая раньше была актуальна, и которая была ей реально интересна. Потому что ты мог хотя бы в полу-минус, либо в полный минус кидать оппонента, и в этом был свой определённый интерес. Вероятность также критического урона выстрела увеличена с 10% до 5-10% после нанесения критического урона. То есть, это на следующий выстрел после крита у тебя шанс половина, то что опять будет крит. На скауте это может очень жёстко ролять, но в связи с тем, что здесь, по сути, урон не сильно, ну, вернее, вообще не апается, то, ну, будет интересно посмотреть, да, оживёт ли рельса с таким обновлением, будет ли в ней какой-то смысл, будет ли в ней профит. Всё это вместе с вами завтра можно будет рассмотреть. По шафту энергия на выстрел на вскидку снижена с 250 до 0, то есть, если вы теперь на вскидку вот так вот по пробельчику вот так вот жмёте, да, то у вас баллон будет целый оставаться и в любую секунду вы можете уйти в сводку. То есть, например, вы пару раз тыркнули, накинули, но у вас до сих пор будет фулл баллон, вы сразу в сводочку даёте и даёте урончику по красоте. Перезарядка снайперского выстрела увеличена с 5 и 3 до 10 секунд, то есть в 2 раза дольше теперь перезарядочка. И стандартный урон ещё и тоже понерфили, урон и критический понерфили, и единственное то, что, извиняюсь, увеличили, это дальность максимального и минимального поражения. Да, то есть теперь на дальность с обычных вот этих вот выстрелов, как я уже тыркнул по пробельчику, урон будет максимально проходить на более дальние расстояния. Ну и здесь написано ключевое изменение, это полное удаление затрат энергии на аркадный выстрел. До сих пор снайперские аркадные выстрелы конкурировали за одну и ту же энергию, обычно в пользу либо одного, либо другого. Теперь перезарядка снайперского выстрела в любом случае будет заниматься отведённое ей время, делая целесообразным всё, короче. Ну, короче, полноценно теперь это будет работать более грамотнее и правильнее. Надеюсь, что шафтоводам это будет удобнее, но с таким шафтом, который конкретно нерфит, я не думаю, что он будет жёстко нагибать. Но, в принципе, это уже совсем-совсем другая история. Устройство тяжёлый конденсатор и перезарядка снайперского выстрела занимает ещё на 10% больше времени. Лёгкие кондёры на 10% меньше. Режим серийного огня, это, я так понимаю, тройной шафт, больше не увеличивает время перезарядки снайперского выстрела. То есть, теперь, я так понимаю, что, ну, его как-то подбалансили и он будет... Ну, хотя нет, он не будет лучше, потому что там урон всё упало. Дрон Брут, друзья мои хорошие! Ну, с шафтом всё, понятно, да? То есть, его нерфят и, наконец-таки, шафтов будет в матчмейкинге намного меньше. Я безумно рад этому обновлению и надеюсь, что шафты больше не будут меня нагибать. А если будет нагибать, то пусть он там сводится 40 секунд, стоит на одном месте и старается там один танчик сольёт, потом опять с этой перезарядкой долго будет стоять. Окей, хорошо, пусть играет. Мне не жалко, но это уже будет не тот шафт, который сейчас просто сводится моментально быстро и наносит безумно большое количество урона. Ну, это и на всех званиях, что на легендах, что на тех, которых я прокачиваюсь сейчас на бездонате. Так что, круто, супер, ставлю лайк. Дрон Брут, суммарная стоимость максимального улучшения снижена с полмиллиона до ста тысяч. Я прокачал на шесть шагов и дрончик, Брутик взяли по красоте ещё и сделали в пять раз дешевле. Очень круто, очень достойно, могли, конечно, сделать это немножечко пораньше, но, в принципе, и так сойдёт. Я всего лишь на шесть шагов прокачал, соответственно, кристаллов будем тратить намного меньше, больше сэкономим. Больше крисов останется на прокачку и всего остального на Хэллоуин, а потом там уже и появится бустер, и я уже и бустер быстро вкачаю. Топчик, супер. Дрон и драйвер, десантник и инженер. Теперь тоже стоят с миллиона снизили до полмиллиона, то есть в два раза стали дешевле эти три дрона. И эти три дрона теперь формируют промежуточный уровень между Брутом и остальными дронами. Они должны быть слабее, но уже могут использовать батарейки и усиливать стандартные способности танка. Дрон-спринтер, ускорение зависимой перезарядки повышено с 5 до 15, снабженца тоже апнули, бустер нерфит дальше, потому что, как я уже и сказал, это изменение, наоборот, улучшило этот дрон. Теперь вместо 25-50% урона повышенного снизили до 20 и 40, то есть максимальная прокачка бустера на 10% стало меньше. Но если, например, на страйкере ваншотить с дистанционкой будет, то в принципе, ну, в принципе, без разницы. Но надо будет потестить, посмотреть. Но, 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 я уже начал катать на ловкаче. Ну и понятное дело, что у кого есть кризис, тот может просто кризиса давать и нагибать. Дрон-ловкач, бонусное ускорение повышено с 15.30 до 20.40. То есть повышено, повысили скорость, нитры была 30 в максимальной прокачке, теперь 40 на 10%. Мой мамонта, мамонта изит, мамонта изитка, моя будет лететь на 10% еще быстрее. То есть мы уже будем потиху, потиху, что-то, что-то где-то догонять кризиса. Ну, конечно, не так уж прям уверенно, но на 10% быстрее. И карту Архипелаг исключают из матчмейкинга. Ничего не написано про, про, про какие-то ошибки, которые исправили. Все-таки у нас в игре сейчас есть определенные ошибки, которые мешают даже проведению турнирам, о которых не говорят. Но здесь тоже о них ничего не сказали. Соответственно, я так понимаю, что еще до сих пор ничего не понерфлено. Но надеюсь, что это все будет сделано в ближайшее время. А Архипелаг это, ну, по сути, и так это карта, которую я уже очень часто в последнее время начал перепикивать. Поэтому супер, пусть ее убирают. Вместо нее бы добавили какие-нибудь бы новые карты, вот это было бы круто. Мой вариант, например, условный, там даже овраг. Какая-нибудь палуба девяточка. Какая-нибудь фермочка. Да, то есть много есть интересных карт, которых у нас нет в матчмейкинге, которые можно было бы добавить, но их у нас до сих пор нету. Та же самая, ребяточки, моя любимая, губаха. В чем проблема ее добавить в матчмейкинг? Я не вижу. Но ее у нас до сих пор в матчмейкинге нету. Поэтому, может быть, в ближайшем будущем разработчики задумаются и что-то из этого всего дела добавят. Как-то так, друзья, как-то так. Я, ну, наверное, максимально по всем вещам здесь пробежался. Уже здесь очень много всяких начинают сообщений накидывать. Но самое главное это то, что шафта нерфит. И я этому моменту безумно рад. Наконец-то матчмейкинг оживет пушками. И не тупо снайперам онлайн, да, а теми, которые, ну, будут ездить, стараться что-то делать. Да, не то, что меня просто респят шафты. И они, ну, по сути, там, ничего такого сверхъестественного не делают. Стоит на одном месте и накидывает этот безумный урон. Если захочет играть дальше, ну, пусть играет. Пусть, там, полминуты сводится в один танк. Потом перезарядка этой ждет и 40 лет опять сводится. Мне не жалко. Поэтому как-то так. Так, пишите, что вы думаете по поводу этих обновлений. Пишите, что вы думаете по поводу перезагрузки, по поводу новой песочницы. Возможно, кто-то из вас уже ее тестировал. Что скажете, есть какие-то мысли. Поделитесь их, ими в комментариях к этому видосу. Также не забывайте поддерживать данный видос лайком. За оперативность, за скорость, за мое определение, определенное видение всего этого обновления. Ну, и подписываться на канал, если вдруг не подписаны, то это все дело тоже делайте. Но у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.